В экспозиции представлен широкий выбор местной продукции, оценивают крымские товары муниципальные заказчики. Сегодня они смогут заключить прямые контракты. Мы видим ожившую экономику, ожившего производителя, ожившие торговые сети. Кто бы там как ни старался, я имею ввиду наших кавычках друзей с Украины, они ничего не добились. Добились, но лучшую сторону для нас. Мы начали активно поднимать свое производство. Наша задача сейчас, я прошелся по выставке, пообщался с производителем, пообщался с дилерами, с представителями. Это, конечно, обеспечить прямую коммуникацию по торговле здесь. Предприниматели отмечают, рынок в Крыму в последнее время изменился, однако энергетические, транспортные и другие блокады никак не повлияли на высокое качество производимой продукции. Мы в Крыму единственный производитель макаронных изделий, поэтому все наши конкуренты – это производители с материковой части. Они заходят с очень низкой ценой, что составляет для нас определенную сложность. Это можно понять, потому что они хотят завоевать вновь открытый сарай. Главной проблемой для крымских предпринимателей все же остается транспортная логистика. К нам с материка продукция поступает, причем совсем по другой цене, а вот местные производители выйти на большой рынок пока не могут. На выставке есть и представители других субъектов Российской Федерации. Для муниципальных учреждений гости из Москвы презентовали первый 3D-принтер. На одной заправке машина способна выпустить 100 вот таких фигурок. Время занимает 3-4 часа. Он автономный, можно печатать с флешки, не обязательно подключать его к компьютеру. То есть флешку вставляете, она идет в комплект, это специальная флешка, уже там есть образы. Просто вставляете, сенсорный дисплей, выбираете, что нажать, что распечатать, и все. Тут же все отображается, какая картинка, процесс, сколько осталось пластика, сколько осталось времени до окончания. Здесь есть несколько таких производителей, которые зарегистрировались на территории Республики Крым. Понятно, что и будут они выпускать уже продукцию здесь, она не будет привозная, и налоги будут поступать, конечно же, в Республику. Итогом выставки станет заключение новых контрактов между крымскими производителями и муниципальными заказчиками. Мэри Бадунс, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ.